Далее в нашем эфире интервью с президентом Российского Союза Туриндустрии Сергеем Шпилько. Речь о компании Капитал Тур и о ее несчастных клиентах. Есть ли у вас точные данные, сколько сейчас человек, отправленных в Капитал Тур за границу, находится в неприятном положении? Вот есть информация, что 3000. Кто и как им помогает? По данным самой компании, по состоянию на вчерашний день за рубежом находились 2718 туристов. Из них 394 вернулись вчера. 298 должны вернуться сегодня. Действительно, в ряде стран имели место случаи попыток задержать туристов. И, собственно, не просто попыток, а в ряде случаев задержали туристов в отелях. В Таиланде, в частности, достаточно сложная ситуация. Вот постоянно на сегодняшний день там еще в одной из гостей не задержали. Задержали там четырех туристов, по крайней мере, по нашему дату. Что вы имеете в виду по словам «задержали»? Понимаете, вот да, хороший вопрос. Дело в том, что в одних случаях действительно пытались не выпустить туристов, в том числе и с участием вооруженной охраны, в частности, в Доминикане. В большинстве случаев их физически не задерживают, а просто блокируют номера. То есть, ключи же в основном электронные. А люди в это время внутри или снаружи? Нет, снаружи. И они просто не могут забрать свои вещи, зачастую документы, денежные средства. А им вменяют вину то, что они отдохнули, воспользовались отелем, но не заплатили. Им вменяют вину то, что компания, партнер за их отдых не заплатила. С нашей точки зрения действия эти носят и по нормам международного права, и по законодательству большинства из этих стран откровенно противоправный характер. Вообще, мне кажется, что такие вещи надо приравнивать к захвату заложников. Потому что, как это еще интерпретировать? Договор у гостиницы с туроператором, а не с клиентом. Российские дипломаты сейчас как-то вмешались в эту ситуацию? В ряде стран консульские службы оказали активную поддержку и помогли освободить туристов из гостиниц. Но, конечно, хотелось бы, чтобы каких-то более решительных действий со стороны внешнеполитического ведомства в отношении такого рода практики. Поэтому сегодня всех пострадавших туристов можно разделить на три категории. Первая категория – это те, которые за рубежом, и часть из которых возникает. Потому что, скажем, во Вьетнаме партнеры адекватно реагируют на ситуацию. Ну, адекватно в том смысле, что не препятствует выезду из гостиниц, вообще не предпринимает каких-то агрессивных действий в отношении туристов. В других странах в Египте есть определенные проблемы с партнером Квитал Тур, которые, надеюсь, будут разрешены в ближайшее время. Вторая категория – это туристы, которые не вылетели с 17 по 19 число. То есть вчера, сегодня, завтра. Не вылетели за границу, не остались еще в России. Да, потому что по этим датам Квитал Тур официально объявил о приостановке невозможности выполнить свои обязательства. И получается, что даже если у туристов есть билеты на руках, поскольку там нет гостиниц, то, соответственно, у них нет возможности вылететь по купленным путевкам. И поскольку Квитал Тур официально объявил о невозможности выполнить свои обязательства на эти даты, то в этих случаях наступил уже страховой случай. И, значит, можно предъявлять претензии страховой компании и на гарант. Это партнеры Квитал Тура, да? Да, это туристы. Где туристы Квитал Тура по линии трех компаний, которые входили в холдинг, застрахованы в общей сложности на сумму 190 миллионов рублей. Сергей Павлович, скажите, удалось ли туристам, которые оказались за границей в неоплаченных отелях, воспользоваться вашим советом и улететь назад по билетам, которые на другую дату у них были куплены, не оплатив при этом? Ну, отдельные эксцессы возникали. Дело в том, что образован штаб оперативный на базе, под руководством Минспорт-туризма, на базе Ростуризма, где мы каждый день собираемся. И представители аэрохотки вчера и сегодня подтвердили, что авиакомпания готова увозить туристов, которые в силу определенных обстоятельств, допустим, опоздали на рейс, вынужденных, как вот ситуация с гостиницей, без штрафных санкций, то есть по имеющимся у них билетам на другие. Много ли туристов решили не прерывать отпуск, заплатили свои деньги, и есть ли у них надежда вернуть потом эти средства в России, подав суд на Капитал Тур? Ну, сейчас я точную цифру... Значит, такие случаи есть, и их достаточно много. Я бы даже сказал, что большинство из тех, кто собирались на отдых, они все-таки предпочитают приобрести тур в Капитал или в другой компании и отправиться, значит, в поездку. Ну, вот сказать точную цифру я сейчас не могу. В любом случае, мы рекомендуем им не расторгать договор с Капиталом, а тогда заключать какой-то новый договор. Или, если это по Капитал Тур, ну, тогда они должны осуществить замену. Но дело в том, что Капитал Тур на вчера, сегодня на оперативном штабе заявил, что завтра они объявят о том, насколько они могут выполнить обязательства по выходным дням, поскольку тогда наиболее массовый выезд. И, соответственно, 2021-го они объявят о том, насколько они в состоянии выполнить обязательства на период до Нового года включительно. Исходя из этого, уже нужно будет действовать и туристам. Значит, туристы, которые должны были улететь с 17-го в 19-е, не имеют сейчас такого шанса, им придется сдать свои путевки и получить компенсацию. И что делать туристам, у которых путевки куплены на декабрь, на Новый год? Стоит ли им рискнуть подождать? Нет, у туристов, которые улетели с 17-го по 19-е, есть выбор, как бы. Либо, если Капитал подтвердит свою кредитоспособность и готовность выполнять свои обязательства по проданным турам, выбрать другой вариант поездки. Либо, соответственно, подавать заявление на возмещение ущерба в саму компанию и в страховую компанию. Вы человек, который владеет ситуацией, можете дать совет? Какой из этих двух вариантов лучше выбрать? Вы знаете, это очень индивидуально. У них... Дело в том, что здесь возникает вот этот риторический такой момент. Хватит ли этих стадий на сколько-то пострадавших туристов, на возмещение ущерба какому количеству пострадавших туристов, хватит вот этих вот 190 миллионов. Да, то есть, с одной стороны, конечно, лучше бы поторопиться, с другой стороны, значит, если капитал, если подтвердится вся вот эта информация, о которой вы говорили, и главное, понимаете, тут, конечно, все хорошо, что там на МФК купил, там... Ну, пока не купил, пока только... Ну, заявил о своем намерении, значит, если действительно произойдет реструктуризация. Нас это интересует простая вещь, когда деньги поступят партнерам, когда на рынок, то есть, когда капитал сможет выполнять свои обязательства по проданным турам. Вот, если это подтвердится, то человек может совершенно спокойно решать, что ему удобнее, улететь в другое время, либо, значит, подавать заявление на возмещение ущерба. Ну, давайте поговорим вот об этой возможности чудесного спасения, если МФК с пулом инвесторов купит капитал Тур, спасет ли это компанию, и спасет ли это туристов компании от сорванных отпусков? Знаете, сложно сказать. Для этого надо проводить, там, анализ финансо-хозяйственной деятельности, а вообще аудит компании, разбираться в этом. Потому что мне на память приходит сразу история, вот, в свое время с крупнейшей сетью Кудару, в прошлом году, которая, значит, ушла с рынка, и в этот же холдинг уходил магазин горящих путевок, так вот, Кудару в итоге ушло с рынка, хотя это, в общем, были одни владельцы, а магазин горящих путевок, наоборот, так сказать, выбрался из этой ситуации, и, наоборот, усилил свои позиции. Поэтому, как будет, с капиталом, сказать, сложно, это вот, ну, в ближайшие дни покажут, поступят эти деньги на рынок, значит, такие шансы есть. Хотя, понятно, что 15 миллионов, это далеко не все долги компании. Долги компании составляют больше миллиарда рублей. Вот, как вы думаете, каков механизм попадания вот в такую долговую яму? Почему вдруг капитал Тур, известный туроператор, оказался банкротом? И почему это произошло неожиданно для большинства людей? Ну, мы, естественно, не будем рассматривать криминальные варианты, да, а если говорить с точки зрения как бы стратегии поведения на рынке, то, собственно, ни для кого не секрет был, что капитал, который был создан, значит, в свое время очень агрессивно проводил политику за увеличение доли рынка, за наращивание своих объемов. Они демпинговали. Да, да, достаточно активно демпинговал. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что чрезмерно использовал заемные средства, что, собственно, позволяло ему расти такими темпами и войти там в тройку по оборотам на первое место в рейтинге по количеству отправленных туристов. Вообще, до кризиса это была достаточно распространенная модель поведения среди игроков, крупных игроков на рынке, когда вот любой ценой как можно быстрее набрать объемы. Потом еще некоторые заявляли, как в том числе Кудару в свое время, чтобы выйти на IPO. И в конечном счете, как правило, целью такого стратегии было продать свой бизнес в достаточно хорошую цену иностранным инвесторам или кому-то в России. Стратегии, да, себя не оправдывают, на мой взгляд, и не оправдывал. И, в общем, результаты известны хорошо уже, не только на примере капитала. Но кризис у игроков на рынке сильно отрезвил. На мой взгляд, сейчас абсолютное большинство участников рынка, в том числе крупных, проводят значительно более взвешенную политику, лучше стали считать риски. И мы видим, например, что сейчас достаточно, значительно меньше стало спецпредложений, ну вот этих горячих путевок, что свидетельствует как раз о том, что все-таки меньше стало демпинга и так далее. Но проблемы далеко не все решены, потому что... И вот история с капитал-туром, самый яркий тому пример. И есть другие признаки, в частности, вот в условиях кризиса туроператоры стали давать большую комиссию агентствам. Сергей Павлович, у нас мало времени. Последний вопрос очень важный. Каким образом могут подстрелить соломки туристы других компаний, которые не обращались в капитал-тур, которые не знают о финансовой состоятельности и несостоятельности компаний, куда они отнесут свои деньги? Есть ли такая информация у вас, у главы Союза туриндустрии? Дело в том, что капитал-тур не члены нашего Союза. Информация давно циркулировала на рынке на уровне слуха. Юридического подтверждения не было. Я думаю, что у нас нет оснований думать, что кто-то находится на грани такого положения, вот как капитал-тур среди игроков на рынке, и наших членов, и не наших. Но нужно, конечно, расширять полномочию Ростуризма с точки зрения контрольных функций за финансовым состоянием компании. Потому что сейчас мы видим, что слухи ходят, все увидят, что уже ситуация совсем плохая, но юридических оснований для того, чтобы об этом заявить, ни у кого нет, в том числе и у нас. Как мы могли заявить? На основании чего? Вот этот вопрос надо при внесении очередных поправок в закон об основах туристской деятельности продумать, чтобы можно было на более ранних стадиях предотвращать подобного рода.